Здравствуйте, друзья! Вопрос интимного характера. Серьезный вопрос. Я глубоко верующая, стараясь соблюдать заповеди. Но я девушка, и у меня отношения с девушкой. Я верю в Бога и понимаю, что я совершаю страшный грех. Но я не могу расстаться с ней. Я люблю ее и счастлива. Скажите, пожалуйста, что мне делать? Там еще уточнение было, что эти отношения у них длятся год. И до этого у нее не было с девушками никаких отношений. То есть это первое. Автор письма – молодая девушка. Что мне делать? Что вам делать, я вам не могу сказать. Это ваш выбор. Но я могу вам мысли свои на этот счет высказать. В Евангелии есть такие слова. Не можете служить Богу и маммоне. Ну, под маммоной подразумевается богатство, еще что-то. Но, мне кажется, в широком смысле слова можно сюда и похоть, и страсть, и все остальное тоже сюда записать. Нельзя одновременно служить и тому, и другому. А вы как раз это пытаетесь сделать. То есть вам кажется, что вы каким-то образом как-то сможете совместить одно с другим, но вы не сможете совместить. Я вам сейчас, знаете, нарисую такой образ. Он всегда мне приходит в подобных случаях. Вот видели, наверное, биатлон, бегают лыжники с ружьями, и вот они стреляют по мишеням. Так вот, мишень там маленькая, попасть сложно, и вот он выстрелил и попал, а следующий выстрелил и не попал. Отклонение от правильной траектории минимальное. То есть, если просто нарисовать, пулька вылетает из ствола, что правильно он стрельнет, что неправильно он стрельнет. Невооруженным глазом никогда не догадаешься, попадет он или нет. Потому что настолько рядом, настолько там просто доли миллиметров какие-то, вот прям дольки, дольки, прям маленькие. Но вот эти дольки, они как раз и имеют значение. Потому что вот этот вот полмиллиметрика, он чуть влево, чуть вправо, чуть вниз, чуть вверх или еще куда-то там как-то. Чуть сдвинул, на полмиллиметра буквально кончик ствола, и все, мимо цели. Так вот, когда пулька вылетает из ствола, но когда она долетает до мишени, то эти полмиллиметрика уже становятся большим расстоянием, и цель она не поражает. А если траекторию дальше прочертить, туда-дальше, то там уже могут и, не знаю, метры, может даже там, если совсем далеко прочертить, то уже километры. Хотя траектория разойдется на большое расстояние, если туда-дальше черти, и черти, и туда-дальше, то там уже и километры будут. Хотя у ствола это вот прям полмиллиметрика всего лишь сдвинулось. Так вот, когда у вас только-только начинается вот эта вся история, у вас год длятся эти отношения, у вас две траектории движения, либо человек вы верующий, либо у вас такая лесбийская такая история. И сейчас, когда это только началось, это вот рядышком и рядышком, вы еще как-то пытаетесь вот и там, и тут. Но на двух стульях вы не усидите, и в двух лодках вы не усидите. Чем дальше в лес, тем больше дров. И дальше вы пойдете, и будут развиваться события. У вас будет всю жизнь ваша расходиться, расходиться и расходиться. То есть вот эти траектории, направления. И вы окажетесь в положении, когда вам нужно будет решать. Либо туда, либо сюда. Вы не можете служить Богу и Мамоне одновременно, нельзя. И даже тот факт, что вы мне задаете вопрос, сам факт того, что вы спрашиваете, уже говорит о чем? О том, что вы в душе уже разрываетесь между. Вот вы пишете ей, я верю в Бога и понимаю, что совершаю страшный грех, но не могу расстаться с ней. То есть все, у вас уже в душе раскол. И сейчас, пока все еще, так сказать, свежо и горячо, вы еще пытаетесь и тут, и там как-то усидеть, и здесь, и здесь, потому что это еще только-только вот начало. Траектория еще не сильно разошлась, но она разойдется. И чем дальше, тем болезненной будет все это. В конечном счете, вы все равно придете в состоянии выбора. Либо так, либо так. Если вы выберете быть с этой девушкой или еще как-нибудь, то вы выберете этот грех. Потому что вы ее любите, потому что вам это приятно, потому что вам это нравится. В общем, вы, руководствуясь всеми своими соображениями, сделали такой выбор. Что с вами произойдет дальше? А очень просто. Лукавый добился своего, вы сделали свой выбор. Вы сиганули в эту лодочку. Ну все, он своего добился. И потом, ваша радость и удовольствие от общения с ней будет все больше и больше омрачаться. Там все большая часть будет горечи и все меньше радости будет оставаться. Этот путь тоже сейчас может казаться вам романтичным, сладостным, каким-то еще. Но конец его весьма страшен, весьма печален и очень скорбен. Вы покалечите просто себе душу и ничего. И все это ради каких-то удовольствий. И ни к чему не придете. Вся ваша жизнь, она просто пойдет так. Вот и все. Не сможете вы соединить и веру в Бога, служение Ему, стремление к святости. Не сможете соединить с таким путем однополой любви. Решать вам, выбирать вам, потому что жить вам. И как это все у вас еще и получилось? Тоже очень. Такой вопрос непростой. Если вы глубоко верующие, стараетесь соблюдать заповеди, как это все сложилось. Все это очень, очень все непросто. У вас там в душе уже целый клубок проблем. Помогай, Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!